Молодой Горький впервые выйдет на театральную сцену. К 150-летнему юбилею писателя в Тюзе поставят уникальный спектакль. Дело в том, что пьесы Горького ставят очень часто, но на российской сцене за всю историю не было ни единого спектакля о жизни самого писателя. Это решили исправить в Тюзе. Нижегородский драматург Нина Прягудковская написала пьесу «Странный парень», которой главный действующий герой сам Максим Горький. Сегодня актеры провели открытую репетицию. Мы нижегородцы, мы ничего не знаем про него и знать не хотим. Буревестник революции. Вот сейчас интернет читаешь, да это буревестник, да пошел он нафиг, да там под Сталином лежал, да это делал, да вообще его читать не буду зачеркнуть. В 19 веке переводился, в 20-м переводился, и в 21-м переводится. Входит в десятку самых известных и самых печатаемых писателей в мире. Литература ведов, мне кажется, меня проклинает. Потому что образ Горького не такой. И в этой пьесе, в этом спектакле можно посмотреть на Горького с другой стороны, потому что все его считают, что Горький это, ну грубо говоря, вот памятник, как всем ставят авторам, поэтам, что это вот как Горький, вот Горький. На самом деле он такой же человек, как и мы. Я слушал ваше выступление. Красивое слово, врач. Имеешь возможность прославиться среди местной аудитории. Денег нет, зато есть это. Могу угостить? Не могу. Долго думали, кого ж назначить на роль Горького. Ну, там был кастинг небольшой. Вот, и самое точное портретное сходство, это и исполнитель роли Алексея Пешкова, Максим, его зовут Сергей, Сергей Усов. Внешность играет не самую первую роль. Я считаю, какие-то внутренние качества должны быть. Он еще болеет, и усы не приклеены. А вот мы ему усы приклеим, он выздоровеет, и тогда еще будет издалека как бы рампа сцены, вообще не отличается. Двое парней, наших нижегородцев, один из которых мажор, дело совершенно бытовое и часто встречающееся. Папа купил ему дом. Дом, ну, в котором жил Алексей Максимович Пешков. Они этот дом сейчас сожгут, а на этом месте построят гостиницу. Это же их в центре города. И вот когда они начинают сжечь этот дом, где жил Горький, они проваливаются в это время. А прикольно то, что чуваки из будущего вдруг попадают в 1812 год? Вот такая странная пьеса, с переходом во времени, но про молодого Алексея Максимовича. Кстати, премьера спектакля состоится 22 марта в Тюзи. И ожидается, что постановку приедут посмотреть правнучки Максима Горького.